Это место на улице Листопадной долгие десятилетия с позапрошлого века остается центром притяжения для жителей не только Эстасатка, но и всей Красной Поляны в целом. Здесь проходят спортивные состязания, концерты, праздники. Место постепенно благоустраивается. Недавно появилось новое здание Дома культуры, а в День защиты детей здесь открыли нечто особенное. В Эстасатке на этом месте буквально 5-6 лет назад было поле, на котором жители просто гоняли по ямам футбол. Сейчас вы видите, что стоит новый современный клуб за моей спиной, и вот это великолепная площадка. На первый взгляд, да, современная, но обычная спортплощадка. Таких в Сочи в последние годы стало появляться много. Особенность в том, что это первая площадка в Эстасатке, да и во всей Красной Поляне. Волонтерские дома, которые были построены к Олимпийским играм, они сегодня переданы нашим очередникам. Переселилось сюда 760 семей, очередников, у них есть детки. У нас серьезное отношение к тому, чтобы дети действительно развивались. 4 миллиона рублей – столько стоило строительство и оборудование площадки. Все оплатили сочинские единороссы. Для местных жителей площадка важна по нескольким причинам. Многие занимаются спортом целыми семьями. Я непосредственно, да, тренер по хоккею. У меня дочь занимается лыжами, и они раньше здесь катались, не было здесь ничего. А сейчас такая прекрасная площадка, где мы все для разноплавного физического упражнения, футбол, баскетбол. Дочь Николая Юля и ее подруга София тоже лыжницы. Надели спортивные награды в честь праздника. И немного потренировались прямо в них. А вот на новый мини-стадион выходят уже без роликов и без медалей. Так все же удобнее. Мне она очень понравилась. На ней можно заниматься, чтобы быть сильным. С детьми на площадке будут заниматься тренеры-аниматоры. Всего летом на курорте заработает 145 придомовых площадок. Дина Отман, телекомпания «ФКТ».